Привет, привет! Привет, девчонки! Всем большой привет! Добро пожаловать на наш прямой эфир! Да, мы с Винюси уже сегодня готовы. Привет! Девчонки, пока все добавляются. Давайте проверим с Вами связь. Как видно, как слышно. Все ли хорошо? Настроилась ли картинка? Прошу прощения. Привет! Привет! У меня тут есть горячий кофеек. Пока всех ждем. Всем большой привет! Очень здорово, что нашли время в воскресенье выбраться. Всем еще раз привет! Большой привет всем, кто будет смотреть прямой эфир в записи. Давайте будем с Вами знакомиться. Меня зовут Андреева Наталья. Я дизайнер торговой марки «Фабрика Декору». И сегодняшний наш прямой эфир – это продолжение обучающего проекта «Волшебный декабрь», в котором мы делаем странички для декабрьского дневника. Весь ноябрь в течение всего месяца 4 дизайнера с Вами делятся своими секретами по созданию дневничка. И 1 декабря у нас уже будет готовый дневник для того, чтобы его заполнять. Какой породы Вашкот? Это шотландский веслоухи. Мой помощник пушистый. Сегодня у нас на очереди 3 странички. Это 19, 20 и 21 декабря. И хочется сейчас показать Вам те странички, которые сделаны за кадром. Так, Венечка, ну ты зря тут присел. Здесь ты же мешать будешь. Давай, иди на свое место, ложись. Вот такая вот стопочка у меня уже страничек готовых. Первые 3 мы с Вами делали вместе в эфире. Все эти эфиры есть на YouTube-канале, их можно посмотреть. YouTube-канал «Фабрики Декору». Заглядывайте, все эфиры туда сохраняются. И вот эти вот уже странички новые, которые сделаны за кадром. Венюсик, давай вот сюда, ты тут не мешаешь. На обратной стороне конвертика мы в прошлый раз делали вот эту сторону. На обратной стороне я ее тоже слегка оформила. Здесь у меня будет еще один день. То есть есть место для фотографии. И есть место для записи. То есть получается у меня здесь седьмое декабря. Здесь страничка с такими вот шейкерами. С елочными шариками. И на обратной стороне тоже сделала место, где можно что-то записать. То есть при развороте. Вот такой вот у меня получается разворот. Здесь можно вставить фотографию. Вставляется она у меня вот здесь вот так вот снизу. А здесь что-то можно будет записать о том, что произошло у вас в этот день. Следующая страничка у меня посвящена 9 декабря. Здесь опять же много места, где что-то можно записать и спрятать фотографии. Для этого тоже есть место кармашек. Так, Венюс, давай только договоримся. Ты у меня грызть ничего здесь не будешь, раз пришел. Здесь сделала просто вот такую вот елочку. Она ни для какого дня не предназначена. Просто она красива. Типа разделители между страничками. С этой стороны гирлянда, а с этой у меня елочные шары. Такая вот вене не грызи. То есть при переворачивании она будет вот так вот выглядеть. Следующая страничка посвящена 10 декабря. Здесь на магнитике конвертик, чтобы можно было что-то туда спрятать, записать. И место для фотографий. Обратная сторона достаточно очень просто оформлена. Это 11. Опять же место под фотографии, не под одну. И что-то где-то можно записать. 12 декабря я сделала конвертик. Как вы видите, все странички у меня в дневнике абсолютно разного размера. Они чередуются где-то просто страничка, где-то конверт. Потому что мне показалось, так будет намного интереснее. И вот для 12 у меня тоже конверт. Внутри тежек для записи. И опять же можно туда спрятать кучу-кучу всяких разных фотографий. Обратная сторона очень простая. Просто оформлена. Это 13 декабря. То есть также мы здесь можем приклеить фотографию и что-то написать. Эта страничка у меня два в одном. То есть у меня здесь два дня. Первый это 14. Опять же сделан для 14 дня конвертик. Вот он здесь вот у меня вот такой вот. То есть мы сюда прячем фотографии или записочки о том, что произошло у нас в этот день. И при развороте у нас 15 день. 15 декабря мы уже можем оформить здесь. Что-то написать. Что-то приклеить. Места много. Даже здесь можно тоже придумать фотографию. Ну и придумала я вот такую завязочку интересную. Кстати, вот эта вот штучка. Нашла ее в рукодельном магазине. Это называется шубный замок. Вот сам крепление, конечно, оно мне ни к чему. А вот эти вот штучки прикольные. Очень даже хорошо смотрятся в работе. Стоит он недорого. То ли 20 рублей за штуку. Ну, в общем, такая вот интересная штучка. Они, кстати, еще и разных цветов продаются. Продаются в обычных рукодельных магазинах. Завязываем обратно все. Так. И следующий разворот. Это 16 и 17 декабря. Здесь место под фотографию. Где можно что-то спрятать. И здесь у меня можно под фотографию. Место для того, чтобы спрятать, может быть, еще партию фотографий. Или, может быть, какие-то записочки. Здесь достаточно простая страничка. На 17. Место, где писать. И место под фотографию. Вот. И последнее, которое я оформила, это 18. Тоже достаточно просто. Просто с помощью штампинга. И для того, чтобы мы могли что-то приклеить. И написать о том, что произошло у вас 18 декабря. Вот такая стопочка у меня уже готова. Очень мне нравится. Особенно нравится то, что они у меня получаются все такие разные, разнообразные. И, собственно, в этом же стиле я и буду продолжать. Думала я, когда она следующая страничка на 19 декабря. Я думаю, ну что у меня одни квадратные, да, прямоугольники. Думаю, почему бы мне не сделать круглую страничку. К тому же у меня тут уже 19 декабря. Уже пора наряжать елку. Уже такие последние дни предновогодние. И я решила сделать страничку в виде елочного шарика. Для этого я взяла тарелку подходящего мне диаметра. Обрезала круг. И срезала часть. Потому что все-таки круг будет неудобно, да. И он у меня будет вот так вот цепляться вот сюда. Вот. И сейчас мы ее будем оформлять. Девчонки, всем большой привет, кто пришел. Напоминаю, у нас наш прямой эфир посвящен совместному проекту Волшебный декабрь. И сегодня мы делаем три странички на 19, 20 и 21. Так. У меня к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как продвигаются ваши работы. Как ваши декабрьские демочки делает ли кто-то с нами. Потому что по хэштегу работы очень мало. Пока я смотрю не очень. Поддерживают. Или все на последний момент, как это обычно бывает. Напоминаю, что среди всех участников, кто с нами делает декабрьский дневник и добавляет свою работу по хэштегу, то фабрика декору приготовила для вас сюрприз. Так что такие вот плюшки приготовлены. Можно не просто сделать для себя декабрьский дневник, но еще и что-то за это выиграть. Здорово ведь, правда? Вот. Никак не продвигается. А я до 22 дошла. Здорово. Я вот тоже, думаю, сегодня сделаю сейчас с вами три странички и буду уже, наверное, дальше, пока еще запал не прошел. Эфир где-то сохраняется. Да, конечно, они все есть на канале фабрика декор. Нет, я вас обманываю, не все. По техническим причинам у нас нет эфиров по первым страничкам. И эфиры Насти, которые должны были выходить по расписанию, она их перенесла в формат мастер-классов. Но они тоже есть все на канале. Потому что по независимым от нас причинам интернет подводит, и она не может просто выйти в эфир и сделать в первом эфире странички. Поэтому она делает их в формате видео мастер-классов, и они все загружены на YouTube канал фабрики декор. Заглядывайте, все там есть. Вдохновляйтесь, создавайте свои дневнички. А мы давайте будем приступать. Итак, так как страничка круглая, и вместо под фотографией я тоже хочу сделать круглую. Для этого я просто с помощью ножа вырубила кружочек, и его и буду оформлять. Вот такой вот получился у меня лишний круг. Но я думаю, тоже можно его сюда добавить, вставить обратно. Тоже интересно будет смотреться. Ну и чтобы красное на красном у нас не терялось, будем сейчас разбавлять его какими-то разнообразными бумажками. Во-первых, я возьму калечку. Это велум от фабрики декора с фольгированием белым. Смотрите, какой он. Как будто бы снежок. Я его уже в работе использовала. У меня был один листочек 30х30, и вот я его по кусочкам использую. Осталось у меня совсем немножко. Но думаю, до конца дневничка мне хватит. Стараюсь использовать на протяжении всей работы одинаковые бумажки, чтобы гармония была у меня в страничках. И был на одну тему, чтобы не выбивались странички. И также хочу добавить, так как у меня во всех страничках вот такая бумага тонированная в кофе, я ее везде использую в разных вариантах. Где-то здесь вот она у меня тисненая. Такая вот у меня есть, как ее называть, да господи, книжка. Папка для тиснения, вот, в виде снежинок. И еще раз я ее также протиснила и буду эту тисненочку использовать. Они у меня очень долго лежали, без дела, эти папочки. И тут я их нашла и думала, почему же я их так не использовала-то. Оказывается, это такая штучка очень интересная. Просто я их добавлю вот сюда вот. Стих будет чуть-чуть видно и не будет оттенять наш красный цвет. Фотография будет вставляться, я так думаю, сверху. Так, сейчас, секунду, я прикрою дверь, потому что у меня от сквозняка открывается все время. У нас дома дали отопление, а на улице погода теплая. И думаю, очень жарко, приходится открывать окна. Так, и хочется, чтобы калечку у нас тоже было видно. У меня, когда я заканчивала последнюю страничку, дочь пришла, говорит, увидела. Мама говорит, что это такое дело вообще. Так как это первый дневник получается у меня в этом году. Я делала раньше, но у меня не получалось их заполнять. То есть они так как бы лежат. А в этом году, я вот так намерена, что уже 100% будем их в декабре заполнять. Я ей рассказала, говорю, что это такое. Зачем это? Она с таким вот умилением пересматривала эти странички. Мама, как здорово. Говорит, там же можно и фоточки какие-то ставить. Я говорю, ну конечно, будем каждый день вместе сидеть, оформлять. Так здорово. Думала сейчас, почему я раньше никак не могла до конца взять и доделать свои дневнички, чтобы у меня была память уже и прошлых лет. Ну вот никак не получалось то времени, то еще что-то. Поэтому мы в этом году делаем заранее все. Так, ну думаю, сейчас мы вот это уже сразу и приклеим. И можно здесь прошить. Кота спокойно смотрит за глядением. Можего все обтворил. Ну он не буйный кот, он спокойный. И к тому же он лежит на своем любимом месте. Он всегда здесь. Неважно ему лежит у меня что-то на столе, не лежит. Он приходит и ложится на свое место. Клею я на клей фабрики декор универсальный. Детенки, привет всем, кто пришел. Буду сейчас смотреть, чтобы правильно все клеилось. Я последнее время даже с ним и мастер-класс тоже снимаю, потому что его сдвинуть невозможно. Вот он сидит и все. Как бумеранг. Я его убираю, а он обратно. Я его убираю, а он обратно. Я думаю, да уж и ладно, сиди. Иногда, конечно, на него находит что-нибудь поиграться. Тогда он начинает мне тягать бумажки, веревочки. Сюда клеиваем еще одну подложечку. Так, этот у меня будет 19-й день декабря. И я думаю, что мы уже, наверное, в этот день будем ставить елку. Может быть, даже раньше. Мы раньше елку ставили где-то в числах 25-х. Вот так вот. А сейчас, уже пару лет, как я стараюсь елку наряжать раньше, потому что у нас снега бывает очень редко выпадает. И хочется как-то себе праздничное настроение создавать, атмосферу праздничную поддерживать. Поэтому я стараюсь как-то елочку сейчас пораньше наряжать. В том году вообще, в начале декабря, нарядили. Кстати, да. Вы в каких числах наряжаете свои елочки? Я пока прошу подложки. А вы расскажите, в каких числах вы наряжаете свои елочки? Какие у вас елочки? Берете ли вы искусственно? Ставите ли вы искусственно или берете живую? Чтобы пока скучно не было, пока тут шью. Поделитесь своими секретами. Лишнее отрежу и буду прошивать уже по кругу. Я ставлю 10 декабря, как только продают. Числа 28-29. Уху, как поздно. 28-30. Наряжаю две в двух комнатах. Одну искусственно, вторую живую. У меня свекровь тоже елку наряжает 31 декабря. И не днем раньше. Я говорю, как у вас жестоко забот, 31 декабря. Вы еще елку наряжаете. Нет, вот у них такая вот традиция. Так, сейчас я еще прошью по периметру, чтобы тоже у меня была швейная строчка. Что, Венюсик, я так заинтересовала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так все так и вот здесь я тоже думаю прошью чтобы швейная строчка тоже здесь была сначала сверху а а а Все, пока со швейными Закончили Убираю И возвращаюсь к вам Так, иногда живу Искусственного числа 20 Я люблю, чтобы после Нового года Постояла подольше, а зачем нам нужна А почему первого выкинуть Вы первого уже убираете елку У нас она стоит числа до 15 января, наверное Вот так вот Не раньше 28 Часто вижу елки на помойке Ну не знаю, даже Первого, я так думаю, не до этого Еще всем, чтобы елки выкидывать У меня искусственная елка Я купила ее много лет назад Большая, двухметровая И ни разу об этом я не пожалела Елка просто шикарнейшая Пушистая Она не сравнится, конечно, с живой Я живую, если честно, не очень люблю елки Мне нравится, конечно, запах Для этого я беру просто веточки Покупаю, ставлю где-нибудь на кухне Вот так вот А елка у меня большая, нарядная Стоит искусственная С ниточки повытаскиваем Да, так все, мне кажется До старого Нового года стоит елка А потом выкидывается И очень зрелище Это печально, конечно, видеть на мусорках Вот эти вот елочки живые Действительно, вот у меня искусственная Я ее просто сложила, убрала И все И до следующего года Потом достаточно она снова радует И елочки не страдают Настоящие Интересная идея с двумя елками Я вот задумалась, куда мне сейчас ставить мою Потому что мы перестановку сделали И думаю, куда же мне ее в этом году втиснуть А если вторую, то сейчас еще думать Куда же вторую поставить Так, все, готово Страничка такая У нас получилась супербыстрая Чуть-чуть-чуть эти штучки Все, Веня заскучал и пошел гулять Да, Венюсик? Не интересно тебе тут? Я бы 5 стаса, 5 кон было Я все который год хочу купить себе Эти ветки На метраж Чтобы оформить Проем Дверной Я что-то все никак То забуду То уже вспомню перед Новым годом Уже на них уже и финансов нет Так, фотография будет вставляться сверху Поэтому я приклею Вот так вот, чтобы Оставить место Всегда ставим настоящую Потом хвой либо на дачу Ну, вот Не все ж таки ответственные Все просто, бывает Выкидывают и все Конечно, есть куда использовать Это здорово Прошу прощения Так, все, приклеили И вот эту штучку Я думаю, тоже все-таки Я приклею внутрь Интереснее она как-то смотрится Хотя тогда будет Вот это у меня От Так, нет Клеить не буду Если приклею У меня аж фотография не влезет Поэтому нет Клеить не буду Что-то я об этом не подумала Ставлю букет Из искусственных еловых веток И украшаю его каждый год Мне очень нравится Да, с еловыми ветками Там есть где разгуляться Можешь всякие разные Штучки делать Так, ну и теперь Будем оформлять 19 декабря И я вырубила С помощью ножей Вот из бересты Циферку 19 И с листа с вырезалкой Ну и такие вот У меня букетик с астролистом Я его вот сюда вот Приклею на краешек Здесь у меня будет Цифра 19 И чтобы поддержать Бересту Куда-нибудь Хочется еще Кусочек Тоже его приклеить Можно даже и прошить Под фотографией мы пишем Что-то заполняем И вставляем фотографию Также в принципе Есть место туда Какой-то тэжик вставить Конвертик Такая вот у нас Получилась простая страничка И можно что-нибудь Из штампиков добавить Куда они у меня все Отдевались Мне нравится вот этот набор Это от Мимикат Он был вместе с ножами Тут много всяких Разных маленьких Надписей Можно попробовать Что-нибудь Сегодня 19 Штампик 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 Беру тоже все те же самые Которые использовала И в других страничках Нотки Текстовые штампики Я отобралась Специально для дневника Ноженые штампы Вот так. Ну все, можно сказать, на 19 у нас страничка готова. Приступаем к обратной стороне. Там я решила сделать кармашек. Здесь у меня получается такой разворот. И на обратной стороне будем делать карман. Я уже заранее все вырезала по трафарету, по нужному нам размеру. Кругленькому, чтобы сильно не отвлекаться. И кармашек будет состоять у меня из двух частей. Первый. Это вот такая вот у меня красная клеточка будет. И вторая вот такая вот с ягодками. Я сейчас его прошью. И у меня вот здесь вот будет кармашек. То есть там можно будет сюда вот что-то прятать. Вот так вот. Для того, чтобы он у меня сильно не сбился, тогда проклеим. Но прежде чем буду прошивать его полностью здесь, мне нужно оформить сам карман, чтобы не было так пустенько, было что-то пооригинальнее. И так как я здесь тоже буду шить, поэтому мы сначала его оформим. Сначала прошьем вот эту часть, а потом уже прошьем все остальное. Так как на той стороне я использовала бересту, то бересту буду использовать и на этой стороне. Такая вот у меня длинная полосочка оторвалась. Вот я ее сейчас сюда и приклею. А под нее хочется кончик-ружавчик. Оторвала кусочек просто. Длинные весюлечки. Привет, девчонки. Привет, Кать. И будем сейчас ее клеить сюда. Тоже такой декор будет не очень многослойный. Скромненький. И совсем недавно я приобрела новые новогодние штампики. Там есть такой очаровательный Дед Морозик. Я его отштамповала, вырезала. Где какая очаровашка. И у меня будет где-нибудь вот здесь вот. И еще добавлю вот такую вот вырубную рамочку. Ну и какой-нибудь еще мои любимые кружочки, которые я люблю использовать. Тоже где-нибудь здесь он будет. Так как здесь даты у нас ничего не надо. Просто будет такой Дед Мороз. Я вчера перебрала всю свою коробку со штампами. Как-то я на них по-другому стала смотреть. Многие, мне непонятно, почему я не использовала их раньше. В общем, это второе дыхание у меня на штампы открылось. Впрочем, как я вначале говорила, на папке для тиснения бывает, что материалы лежат-лежат. Думаешь, они тебе не нужны, не интересны. А потом спустя время у тебя взгляды меняются или как-то с опытом понимаешь, что ты же хорошая штучка, почему я ей не пользовалась раньше. Так, ну вот, зря Деда приклеила. Надо сначала прошить. Деда отклею, прошью, потом приклею его обратно. Все, идем шить. Деда приклеила. Так, и теперь можно уже приклеить аккуратно по краешку, чтобы карманом не заклеить. При этом, чтобы знать, что где у нас находится. Все, и теперь по периметру тоже прошьем. Пока приклеится, Деда верну на место. Он быстро сохнет. Там можно не ждать. Все, Дедушка у нас вернулся на свое место. Обрезаем лишнее и шьем по периметру. Так, вот здесь я загнула бисюльки, чтобы их не обрезать. Обрезать только бересту. Все, вот такой кармашек у нас получился. Так, а почему я же дату говорю не будет? Будет же. Это же у меня получается 20 декабря. Что-то я про дату совсем забыла. Сейчас мы 20, циферку 20 сделаем. Почему-то я решила, что здесь цифра не нужна по какой-то причине. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Все, хорошенько прижимаем, чтобы все у нас заклеилось. Пока зажим искала, у меня тут выпала веревочка, сейчас я пока клей обратно ее запихнула. Клей подсох, сейчас еще один слой. И зажим одену, чтобы он хорошо проклеился. Все, вставляем сохнуть и вот такой шарик у нас получается. Сразу стал елочным шариком, да, такой шарик. Там мы оденем потом, я так думаю, что я все-таки одену какие-нибудь бусинки. И обратно переворачиваем, здесь у нас вот такая вот сторона. Вставляем заготовленные уже тежики, карточки. Вот такие странички, 19 и 20. Переходим к последней страничке. Страница эта посвящена 21 декабря. Будет именно одна страница с одной стороны и с другой посвящена этому дню, потому что 21 у меня день рождения будет и хочется побольше оставить места, потому что я думаю фотографий будет много и впечатлений, надеюсь, будет много. Мне в этом году 35 лет исполняется, поэтому я решила оставить побольше места для этого. Страничку буду делать обычную, прямоугольную. И для этого заготовочку сделала из такого же оттенка красного, чтобы у меня была, опять же, гармония, повторюсь. И здесь будет основная у меня на страничке, основной элемент для фотографий. То есть мини-страничка получится с местом под фотографией. Ну и, соответственно, там где-то можно будет прятать еще что-нибудь под фотографию. Чтобы поддержать вот эти ягодки, я их тоже решила взять. Вот так вот у меня будет это все смотреться в развороте. И вырезала уже из крафта подложечку под фотографию. Можно сразу продумать, где будет конверт. Например, можно ставить его большим вот так вот, да, прям сверху. Можно сделать открывашку вот так, да. То есть у вас будет сразу достаточно места для фотографий, да. Будет много возможностей вклеить фотографии сюда внутрь, на эту сторону. Либо оставить просто карман. То есть вот как лучше сделать карман или раскрывашку. Пока мы уже не начали ничего больше делать. Так, а я пока найду себе листочек. Вот, смотрите, что нашла. У меня даже такая тисненочка есть с часами. Вот. Раскрывашку. Так, девчонки, у нас осталось до конца эфира не так много. Поэтому мы будем переходить на второй час. Потому что за то время, которое осталось, мы уже не успеем ничего сделать. Зачем, наверное, сейчас. А закончим уже в следующем часу. Все, я вас поняла. Делаем раскрывашку. Итак. Мне нужен ровненький какой-нибудь прямоугольничек. Отрежу сразу. То есть у меня глазомер подводит. Нажельцами не получается сделать ровный прямоугольник. Так, раскрывашку. Значит, мне нужна доска для лимбовки. Где ты? Мне не нравится беговать на вот этой, на этом резаке от рукоделия. Потому что, во-первых, получается не очень хорошо. И тонкую бумагу он вообще рвет. Там валик железный, и он его просто рвет, тонкую бумагу. Мне как-то не хочется. Так, раскрываться она будет у меня вот сюда. Поэтому, это примерно на глаз просто бегу. Так, и под нее мы делаем подложку. Сразу. Вот так вот это будет выглядеть. Кармашечек у нас будет открываться. Теперь важный момент. Как этот карман у нас будет держаться. Можно, кстати, придумать веревочки. Магнит, не хочу магнит. Наверное, какие-нибудь ленточки или веревочки. Анкер цеплять некуда. Как вариант, можно сделать что-то наподобие табов. Например. И к ним делать люверс, она люверс, веревочку. Веревочка будет держать. Раз, сообразим что-нибудь. Или давайте сначала придумаем, как страничку оформить, а потом уже будем думать, куда веревочки прицепить. Так, ну что-то тоже сильно такого многослойного делать не буду. Что-нибудь такое скромненькое. Главное, чтобы у нас наша композиция не мешала открыванию странички. Так. Можно, кстати, вот сюда поддержать и щельки. Цифра 21. Сделаю я ее из вот такой вот карточки. У меня была, не помню, откуда я из какого-то набора бумаги вырезала, была вот такая вот карточка. Она красненькая как раз мне подходит, потому я ее возьму сюда, цифру 20. И такая же у меня вырубленная единичка красного цвета. Так, 21. Это же мои любимые кружочки, которые люблю добавлять везде-везде. И, кстати, у меня, смотрите же, что есть. У меня есть чебортик с такими лампочками. Сейчас попробуем его. И олень, олень. Такой вот набор чебортик. Я тут, кстати, уже экспериментировала. Астралист красила этими... Как они? Муссами, глиттерными. Смотрите, как получается. Вот. И отсюда вот оленя хочу взять. Такой крафтовой стороной чуть пониже опущу. И лампочки. У меня уже вытащенные лампочки. Хочется мне вот какие-то вот такие что-то наподобие вот сюда гирлянды сделать. Так, девчонки, у нас до конца прямого эфира осталось буквально несколько минут. Давайте на второй час. Так, девчонки. Привет, привет. С возвращением. Что-то у меня первых два раза не получилось зайти. Идет проверка соединения. И все, никак он не пускает в эфир. Уж со связью какой был сбой. Привет всем, кто вернулся. Привет всем, кто зашел первый раз. Мы делаем странички в декабрьский дневник. С возвращением, девчонки. Продолжаем делать страничку на 21 декабря. Вот, скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то памятные даты у вас в декабре по мимо нового года, которые вот вы будете оформлять как-то по-особенному? Может быть тоже день рождения. Или может какие-то другие у вас были важные даты. У нас богатые на дни рождения это март. Практически все. Вот конец февраля, март. В этом месяце у нас очень много дней рождения всяких разных, а вот в декабре только у меня. В марте не успеваем ходить с дня рождения на день рождения. Там еще и 8 марта, ноябрь загружен. Так, наверное, у всех какой-то месяц особо такой на праздники богатый. У меня до день рождения, получается, остается 10 дней. У нас все равно вот как-то всегда то надо же подарки покупать, еще что-то. Ну, как бы не до дня рождения, да, к Новому году все готовятся. Я думаю, блин, вот хорошо, у меня 10 дней до дня рождения. Есть же люди и в 31 день рождения отмечают, и в 1. Ну, там вот точно не до дня рождения обидно. Вот такие вот лампочки, симпатичные прям. У нас такой ноябрь и январь. Вот так, что вы можете получить правилости. Вот так, что вы можете потерять, как вам и не налью, это сделать по подобному примеру. как раз вчера только думала что мне придумать на свой день рождения что б такое интересное пока ничего не придумывается думаю ладно, время еще есть придумается со временем вот не знаю, нужен мне тут олень или не нужен нужно вообще, наверное, без оленя обойтись как-то у меня здесь не очень он мне здесь нравится без оленя, наверное, обойдемся от лампочки мне здесь очень хорошо прям красотища так, давайте прошьем так, что мы будем шить вот эту страничку прошьем и вот так вот прошьем а вот эту часть уже будем прошивать к подложке чтобы она у нас держалась крепко и открывалась почему вы еще нигде не приспособили глиттерной пасты ну потому что мне пока не хочется их никуда сильно приспосабливать у меня получается такой вот больше бумажный без красок они у меня пока в качестве покраски чипборда брызг цветных блестящих я их туда пока использую добавление вот видите, у меня здесь 17 вот покрыто глиттерной пастой и где-то моментами так вот крашу, чтобы они блестели вот где-то я брызгала не все странички а вот здесь звездочки и просто брызги у меня вот такие вот цветные я думала насчет оформления с пастой но пока она у меня не приходит идей оформить бумажную страничку с пастой поэтому они у меня пока вот такие так, у меня что, нитка закончилась ну е-мое так перематывать надо не люблю я если честно вот этот вот процесс наматывания нитки на шкурку всегда, наверное, да в скрапе есть какие-то такие действия которые не сильно нравятся я на прошлом эфире рассказывала что мне не нравится ниточки доставать ну вот это из той же категории не люблю когда заканчиваются во время процесса нитки в швейной машинке есть у вас такие нелюбимые действия в творчестве я пока намотаю ниточку много не буду чуть-чуть чтобы мне хватило страничку прошить ну я заранее тоже не посмотрела надо было посмотреть заранее хватает на мне там нитки не хватает но обычно думаешь ну ты только что же намотал ну как ты могла так быстро закончится оказывается она заканчивается моментально все готово так я пролистаю ага так девчонки привет всем кто пришел привет-привет привет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внутреннюю часть моей раскладушечки, получается, раскрывашечки, я оформлять уже не буду. Оформлю уже за кадром, потому что тоже просто пришью сюда, думаю, бумагу тонированную, чтобы можно было писать, потому что здесь, да, ну, очень она такая яркая. Или я оформлю место под фотографию, тоже приклеив сюда подложечку. А сейчас оформим главную, основную сторону. Буду специально фотографироваться, чтобы была моя моська на этой страничке первая. Продолжение следует... Ну, что ж такое-то, нитки не подхватываются. Девчонки, большой привет всем, кто пришел. Кто пришел первый раз, расскажу вам про проект. Весь ноябрь четыре дизайнера фабрика Декору с вами делают в прямом эфире декабрьский дневник. Странички готовим заранее, чтобы к первому декабря у нас уже все было готово. К сожалению, по техническим причинам у нас пока Настена Тисевич не может проводить прямые эфиры. Но все мастер-классы по ее страничкам вы можете найти на ютюбе. В видео формате. Видео очень интересные, советую заглянуть, посмотреть. Вот, все-таки, да? Такие технические моменты. От нас независящие. Вот тут интернет пропал и все, и нет возможности выйти в эфир. Пойдете в ресторан или дома. Вот пока не знаю, думаю, решаю, как же мне быть с моим праздником. Также все остальные эфиры тоже можно найти на ютюб-канале, кроме страничек по первым числам декабря. Опять же, по техническим причинам эфир не сохранился. Вот, но все остальное там есть. Заглядывайте, смотрите. У нас вообще ноябрь пролетел, конечно, уже 17 число. Вот только начали вроде бы делать уже 17. На следующей неделе мы уже с вами встречаемся, делаем последние денечки и будем в скором времени оформлять обложку. Покажу вам переплет, который я решила. Точнее, не переплет, а крепление страничек, которое у меня будет. И уже в последних днях ноября будем делать обложки, оформлять. Также будет 4 прямых эфира. Надеюсь, у Насти получится уже и у них наладится все с интернетом, потому что я думаю обложку посмотреть, как будет оформляться обложка, всегда интересно. К тому же у нас получаются абсолютно разные дневники. Здравствуйте. Привет всем, кто долго пришел. Кстати, может сюда какой-нибудь братик придумать. Новогодний. Что-нибудь такое подходящее. Можно с шариком, кстати, взять. Вот. Вот. Да, смысл нет в этой бумажке, маленькой кружочке. Можно так брать, кстати. Можно так брать, знаете, шар и улучшный. Или олень. Да, я, наверное, остановлюсь на олени. Чепорный олень не подошел. Вот это хорошо смотрится, мне нравится. Так, мои любимые заломчики. Да, кстати, надо же еще проштамповать, добавить штампиков. Так, ну, а может все-таки сделать магнитик. В принципе, оно самый простой вариант, без всяких завязочек. Сделать магнит. Потому что пока как-то завязки у меня не очень приходит в голову, как их можно придумать. Вот такие лампочки прикольные вообще. Ну, кстати, да, двух видов есть. Вот такие вот лампочки. Вот, но такие мне больше нравятся. Тем можно, наверное, даже и ничего не делать. Оно и так хорошо держится, не открывается, ничего. Нормально. Пока оставим без держалки. Вот, ну, в принципе, можно сказать, что вот такой разворотик у нас получился. Сейчас я приклею вот эту вот книжечку. И добавим штампов. Интересно, да, можно вот... Например, это было круто или незабываемо. Можно, в принципе, и без надписи. Сейчас просто штампиками. На эту страничку тоже добавлю, чтобы у нас было там и там. Продолжение следует... все потом я еще побрызгаю красочкой белой ну можно сказать что разворот готов осталось сделать заднюю часть и все красивый разворот спасибо большое на обратной стороне я буду делать карман он у меня в принципе почти готов я потому что вчера увлеклась немножко и и прошила его заклеила там думаю ну блин надо же было и вот не надо надо было его заклеивать но вот кармашек у меня уже почти готов здесь тоже уже все прострочила ножка по отгибать краешки заламывать и добавить немножко декора и можно сказать что он готова все так он будет смотреться есть у меня еще один штампик такой вот с конфеткой же вот штамповала добавила немножко глиттера чтобы красным у меня смотрелся конфетка с красными прожилками нашла вот такой домик хочу его сюда добавить под свет подходящий и сделала флажочки флажочки сделала с помощью ножа от мимикат такие вот ножи вот я его прорубила и просто сложила пополам и получился у меня флажочек я их тоже вчера уже приклеила смотрите на веревочку такие два и один просто кого треугольнички и хочу их на страничку добавить можно их прицепить на братики можно прошить можно просто их приклеить так оставить ну как-то вот так вот вот так приклею сразу думаю на братиках наверное будет интереснее смотреться или вот сейчас думаю может быть на степлер тоже будет оригинально скобками она страничка не приклеена допустим вот эту мы можем закрепить степлером так еще один раз надежнее потому что у нас стараются кружочек то не зацепился получается эти веревочки можно нам браться например нам мелкие вот смотреться очень тесно ну чтоб сам чуть держались флажочки просто их на капельку клея посажу тебя бы один чтобы не убегала мне вся моя гирлянда так да наверное возьму братики например вот такие вот тонюсенькие совсем вот они малюсенькие вот ими можно зацепить веревочку так Ну все, загибаем ножки и одеваем второй братцы. Ну, почти незаметно, но при этом он в флажочке наши будет держать. И с этой стороны. Флажки можно даже не обрезать, оставить их вот так, как есть, чтобы они прям так вот и висели. Вот такие вот флажочки у меня получились. Все, добавить штампов опять же, брызг акриловых и можно сказать, что наша страничка готова. Все странички, которые сегодня запланировали, мы сделали. На следующей неделе будет новое расписание. Следите за анонсами. И будем уже доделывать последние странички в дневник. Красиво получается и бюджетно. Спасибо большое. Так, немножко еще текстового штампика. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaToromo. Спасибо. Спасибо. Что, остаётся приклеить. Кто будет. На сегодня мы закончили. Все остается приклеить. сейчас я быстренько это приклеим потом я уже пробью дырочки на которых будет держаться весь мой дневничок все, в кармашек можно складывать карточки всякие, разные конвертики, фотографии достаточно вместительный карман получается вот такой вот у нас получились такие вот странички на сегодня такой шарик 19, с этой стороны 20 тоже кармашек здесь 21 у нас открывашечка и здесь кармашек опять же вот такие вот странички получились красота, спасибо, шар очень понравился обязательно сябненькие сделаем девчонки спасибо, очень рада, что вам понравилось вот так, в моем дневничке добавилось еще 3 странички вот такой он у меня уже пухленький получился уже хочется доделать его до конца мне самой нравится то, что все странички разные мне кажется, это очень интересно еще полистаю странички, которые делала за кадром таких конвертиков много какие-то очень простые есть вот у меня такие вот шейкеры, шарики вот такие вот странички спасибо девчонки, что были со мной нашли время в воскресенье заглянуть на прямой эфир запись я постараюсь в ближайшее время на YouTube загрузить и до завтра прямые эфиры будут еще доступны заглядывайте, смотрите и до встречи на следующей неделе спасибо, что были со мной и до скорых встреч пока-пока